Система молодежных организаций – один из краеугольных камней государства. Об этом говорил Павел Малков на встрече с лидерами подрастающего поколения. В Рязанской области сегодня 26 общественных организаций, а это десятки тысяч школьников и студентов. Проектов масса, причем не только в регионе. Я знаю, что там, где трудно, там всегда молодежь. Кстати, приятно было узнать, что рязанцы молодые работают не только здесь, внутри области, но и на некоторых внешних проектах. Вот Рязанский студенческий строитрат участвует во всероссийской стройке в арктической зоне на острове Новая Земля. Очень серьезный вызов, интересный. Мне бы лично даже было бы любопытно встретиться, послушать, как же там на самом деле этот проект весь реализуется, как там все организовано. Знакомство с руководителем региона, представители шести крупнейших молодежных общественных организаций начинают с небольшой презентации. Для каждой важны строчки «Охват и вовлеченность». В региональном отделении российского движения школьников эти цифры примерные, но и они впечатляют. Более 47 тысяч вовлеченных в движение имеются в родителей, педагоги, школьники. Это такая обобщенная цифра, которую тяжело посчитать, возможно их больше. Что мы точно можем посчитать, сколько у нас зарегистрировано на сайте и участвует. Вот на пятницу, два часа дня, у нас на сайте было 37 973 человека. «Мы готовы поддерживать все ваши начинания», – заявил молодежным лидером Павел Малков. Он поддержал создание молодежного центра в здании бывшего кинотеатра «Родина» и предложил добавить категорию студентов в городскую социальную программу «Забота». «Вы все делаете очень важное, нужное дело. Что требуется от меня здесь, всегда смело обращайтесь, я готов. Может быть даже вот здесь по какой-то причине было неудобно озвучивать какие-то предложения, идеи, вопросы, замечания. Я бы предложил, может быть, отдельно нам проработать. Вы подготовите список предложений, что требуется, что вы считаете нужным, правильным для того, чтобы в целом нам всю эту работу вывести на какой-то новый уровень, ничего не хватает. Смело говорите». Особо отличившиеся лидеры молодежных движений были отмечены памятными дипломами и подарками. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».